Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 000 отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаем с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронг», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Сегодня мы разберем первый Volkswagen TDI с Common Rail. Итак, встречаем 2.0 TDI CBAB. Дизельные двигатели TDI – это не только впрыск с рядным ТНВД или насос с форсунками, но еще и Common Rail. Можно сказать только Common Rail, потому что эта топливная система является вершиной эволюции дизельного впрыска. Концерн ВАГ понял это позже других, так как направил все усилия на развитие впрыска на основе насос-форсунок. Собственно, Pumpe Ducey на легковых автомобилях убила экология. Моторы было очень сложно вписать в нормы Euro 5, а вот впрыск Common Rail оказался более гибким в этом плане. Собственно, революция TDI случилась в 2007 году. В мае этого года на Passat B6 появился первый 2.0 TDI с Common Rail. Собственно, этот мотор перед вами. Мы кое-что продали с этого мотора нашему клиенту Хохлову Виталия из Питера. Привет, Виталий! Его создали на основе чугунного блока цилиндров от насос-форсуночного турбодизеля ГБЦ, полностью переделали под новый тип впрыска. Сердцем топливной системы стал ТНВД, Bosch CP4 и пьезофорсунки. Во впускной коллектор добавили вихревые заслонки. В приводе ГРМ зубчатый ремень. В целом, в 2007 году у VAC получился такой же мотор, как у конкурентов. Можно сказать, что на его основе были созданы все двухлитровые TDI, которые и по сей день ставятся на новые автомобили Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Моторы 2.0 TDI из Common Rail получились надежными. Механические проблемы и износ, присущие двигателям с насос-форсунками, остались в прошлом. Тут присутствует одна проблема, которая перешла и крайне неприятно проявлялась на моторах-предшественниках. О ней мы сегодня расскажем. В остальном, при использовании нормального топлива, замене масла каждые 10 000 км и периодической чисткой радиаторов, эти двигатели без проблем ходят по 500 000 км и заезжают на СТО только для регулярного обслуживания. Почти все эти моторы оснащены сажевым фильтром, а если они работают в паре с МКПП, то и двухмассовым маховиком. Это добавляет хлопот и расходов. Мотор разукомплектован, но, естественно, все самое интересное мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. На двигателе 2.0 TDI устанавливали турбокомпрессор KKK-BV43 с изменяемой геометрией. Геометрия приводится вакуумным актуатором с датчиком положения для точного регулирования. При пробеге в 170-200 тысяч километров в регуляторе изнашивается резиновая мембрана. В ней образуется трещинка. Обычно это происходит на манжете штока. После этого регулятор фактически не работает. Появляется известная уже многим ошибка по выходу из диапазона регулирования. Регулятор можно проверить на герметичность. Для этого надо присоединить трубочку к штуцеру и создать разрежение. Если разрежение не создается и через мембрану слышно шипение воздуха, то значит регулятор неисправен, его надо ремонтировать либо менять. После установки нового актуатора надо отрегулировать его крайнее положение. Для этого понадобятся гаечные ключи и фирменная диагностическая программа. При создании разрежения шток выдвигается и датчик положения должен показывать напряжение 0,76 вольта. Именно в таком положении надо гайками зажать тягу геометрии. При отсутствии разрежения шток втянут и датчик положения должен показывать напряжение от 3,3 до 3,9 вольта. При диагностике проблемы с недодувом либо передувом следует ориентироваться на данные о крайних положениях. По ним можно оценить подвижность заслонной геометрии, а также работоспособность актуатора. Также не стоит забывать, что клапан N75, который управляет турбиной, тоже может выйти из строя, а также может протереться его вакуумная трубка. По 2012 году впускной коллектор двигателей 2.0 TDI Common Rail был частично легкосплавным, а потом стал полностью пластиковым. Во впуске установлены вихревые заслонки с обратной связью. Датчик положения находится в корпусе сервопривода. Вихревые заслонки создают вихревой поток в цилиндрах. Они перекрывают прямой канал наполнения цилиндров. То есть, когда они закрыты, воздух в каждый цилиндр попадает через один впускной клапан. Во время запуска двигателя заслонки открыты и закрываются после старта. Затем, по мере возрастания нагрузки на двигатель, заслонки приоткрывают каналы наполнения и полностью открываются при скорости работы двигателя 3000 оборотов в минуту. На практически всех двигателях 2.0 TDI были проблемы с вихревыми заслонками, но проблемы безобидны. Загорался чек-энжен с ошибками по положению заслонок. Причем виновником становится не только нагар во впуске, нарушающий подвижность заслонок, но и износ механизма. Нередко бывает так, что даже при полностью чистом впускном коллекторе фиксируются ошибки по положению заслонок, а это происходит из-за износа ограничителя на тяге заслонок. В этом случае заслонки останавливаются не вдоль потока воздуха, и тогда датчик положения фиксирует ошибки. Но умельцы уже придумали ограничитель, который крепится снаружи корпуса сервопривода. Также неправильное положение фиксируется из-за износа пластиковой тяги, которая может просто соскочить. В большинстве случаев владельцы принимают очень суровое решение – удалить заслонки и отшить их. То же самое они делают и с клапаном EGR. Здесь у нас клапан EGR и его соседка заслонка захлопка. Система EGR на двигателе 2.0 TDI низкотемпературная, а это значит, что отработавшие газы охлаждаются в отдельном радиаторе. На моторах евро 5 и выше система рециркуляции отправляет в камеры сгорания больше инертных отработавших газов, чтобы снизить температуру сгорания и тем самым понизить число оксидов азота. Заслонка захлопка обеспечивает плавную остановку дизеля и разряжение во впускном коллекторе для активной работы системы EGR. И клапан EGR и захлопка оснащены электронными сервоприводами. Проблемы с ними стандартные. Очень часто из-за сажевого налета нарушается их подвижность, благо эти детали на двигателях 2.0 TDI легко снимаются. Довольно часто из-за наличия лишнего масла во впускном коллекторе потеют уплотнения между этими деталями, а в клапане EGR даже есть два отверстия, по которым масло стекает наружу. Тут же надо разбираться не только с течью, но и источниками масла. А это может быть изношенный турбокомпрессор, проблемы в системе вентиляции картерных газов и даже забитый воздушный фильтр. Хуже всего, если масло попадет в сервоприводы, то из-за разъедающих свойств масла пострадают шестерни и электронные компоненты. Иногда масло наполняет электрические разъемы. В самых запущенных случаях заслонка и клапан EGR могут заклинить. Из-за заклинившего в открытом положении клапана EGR двигатель еле-еле работает на холостых оборотах и глохнет. А вот если заклинит заслонка, то тогда после выключения зажигания двигатель останавливается с очень большими вибрациями. Если вышел из строя сервопривод, то тут либо замена компонентов на новые, либо же творческий ремонт с восстановлением и печать шестерен на 3D принтере. Топливная система двигателя 2.0 TDI серии EA189 представляет из себя вполне обычный Common Rail, но с некоторыми особенностями. В баке присутствует подкачивающий насос. Дополнительный же насос предусмотрен и после топливного фильтра. Он подает топливо к ТНВД под давлением 5 бар. Далее, перед ТНВД есть сетчатый фильтр с датчиком температуры топлива. ТНВД Bosch CP4 одноплунжерный, и на нем установлен дозирующий клапан. На топливной рампе присутствует датчик давления и регулятор давления. В обратной магистрали после всех форсунок установлен редукционный клапан, давление до которого поддерживается на уровне до 10 бар. Такой подпор давления нужен для нормальной работы пьезофорсунок. Сами пьезофорсунки обладают высокой скорострельностью, способны осуществлять до 5 впрысков в момент сгорания топлива. Максимальное давление впрыска 1800 бар. Этих параметров достаточно для диагностики топливной системы. Со стороны топливной системы в основном появляются ошибки по недостаточному либо избыточному давлению топлива. Минимальное давление в топливной рампе для запуска двигателя 230 бар. Если двигатель совсем не запускается или давление топлива малое, то тогда надо проверять все компоненты до ТНВД. Подкачивающий насос в баке должен за полминуты наливать литр топлива, а насос перед ТНВД должен давить 5 бар. Можно выкрутить дозирующий клапан. Если на его поверхности либо же в его отверстии будет металлическая стружка, то основной насос надо ремонтировать либо менять. При подаче 12 вольт на этот клапан он должен щелкать в закрытое положение. Замечено, что из-за неисправности этого клапана в топливной системе появляются и чередуются ошибки по низкому либо высокому давлению топлива. Неконтролируемый слив топлива может осуществляться через регулятор на топливной рампе на холостом ходу. Через штуцер обратки должно выливаться не более 100 грамм топлива за полминуты. Также клапан должен щелкать при подаче на него напряжение 12 вольт, а сеточка на его носике должна быть чистой. Редукционный клапан на обратке от форсунок должен держать давление 10 бар. То есть как минимум при запуске двигателя и после старта он не должен пропускать топливо дальше в обратную магистраль. Но если клапан не держит 10 бар, то производительность форсунок сильно снижается. Снижается тяга двигателя, и он уходит в аварийный режим с ошибкой по чрезмерному давлению топлива. Также из-за заклинившего клапана в топливной рампе наблюдается превышение давления топлива. А если клапан плохо слушается управляющего шим-сигнала, то тогда холостые обороты двигателя будут сильно колебаться. Всех этих данных достаточно для диагностики топливной системы. Также добавим, что недостаточное давление подачи топлива к ТНВД проявляется в том, что сам ТНВД начинает цокать и дребезжать. Отметим, что много проблем в топливной системе двигателя 2.0 TDI с Common Rail появляются из-за неквалифицированного ремонта. Меняли топливный фильтр, перепутали шланги обратки и подачи – мотор не запустится. Откручивали редукционный клапан ТНВД, завоздушили – мотор не запустится. Откручивали клапаны на топливной рампе или на ТНВД и допустили попадание грязи. Стоимость ремонта возрастет в десятки раз. Наш совет – не знайте, не умейте, не делайте. Дороже выйдет. Пьезофорсунки Bosch можно продиагностировать на предмет достаточной гидроплотности стандартным способом. На холостом ходу они не должны сливать больше 7 грамм топлива за минуту. На этих моторах механический износ форсунки сопровождается переливом и сопутствующей неровной работе двигателя на всех режимах. Затем может прогореть прокладка ГБЦ и поршень, а также оплавится сажевый фильтр. Также из-за напряженной работы выходит из строя пьезоэлемент, после чего форсунка не работает. В этом случае форсунка не поддается ремонту. Вообще запчастями оригинальными для этих форсунок есть проблемы. Форсунка 116 серии оригинальная Bosch стоит 230 долларов. Они одинаковые на всех моторах 2.0 TDIS Common Rail от 136 л.с. до 170 л.с. Отметим, что форсунки надо устанавливать на огнеупорные шайбы. Но менять шайбы надо обязательно вместе с резиновыми уплотнительными колечками. Ну а сегодня раскидать этот двигатель нам поможет Дмитрий. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Ремень ГРМ также приводит ТНВД и помпу. Его надо менять раз в 120 тысяч километров. В клапанную крышку встроен двухступенчатый маслоотделитель и вакуумный ресивер. Менять мембрану в этой крышке надо при обнаруживании запотевания на трубке, которая отводит картерные газы во впускной коллектор. Мембрана меняется на неоригинальную очень легко. Шкив для зубчатого ремня ГРМ присутствует на выпускном распредвале, а впускной распредвал от выпускного распредвала приводится шестернями. Шестерня на впускном распредвале составная с механизмом компенсации зазоров между зубьями. Таким образом снижается шумность от зубчатой передачи. По состоянию все замечательно. Даже удивительно, что нет черного налета, который свойственен дизелям. С этими ГБЦ ничего плохого не случается. По состоянию все отлично, никаких прогоревших клапанов, и она уезжает в Питер к нашему отличному клиенту. Хона в цилиндрах практически нет и видны следы масложора, естественно, через поршневую группу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С двухлитрового мотора с насос-форсунками на двигатель с Common Rail перекочевал модуль балансирных валов со встроенным маслонасосом. Один балансирный вал приводится косозубыми шестернями, а второй балансирный вал от первого приводится парой косозубых шестерен. А маслонасос от второго балансира приводится посредством шестигранного поводка, так называемого карандаша. Такая конструкция и по сей день используется на двигателях 2.0 TDI, но с очень важным изменением. Длина карандаша была увеличена до 100 миллиметров и он начал изготавливаться из качественной стали. Такие улучшения пошли с ноября 2009 года. До этого момента длина карандаша составляла 77 миллиметров, а на двигателях 2.0 TDI с Common Rail первых двух годов выпуска этот карандаш был изготовлен плохо. К пробегу в 150-200 тысяч его грани изнашивались, а параллельно с этим стружка попадала в поддон. Стружка наподобие хлопьев из фольги и забивала маслозаборник. К моменту появления на рынке автомобилей с этими Common Rail моторами все уже были наслышаны об износе шестигранника. Владельцы меняли эту деталь каждые 150 тысяч километров, либо же сразу после покупки, если машина была с непонятной историей. Чтобы поменять шестигранник, надо снять поддон. Сразу становится доступна передняя крышка маслонасоса. Снимаем стопорное кольцо и вытягиваем из этого отверстия шестигранник. В нашем случае шестигранник никак не выходит. Видать, его провернуло, и это сильно осложняет манипуляцию с его заменой. Любопытная ситуация. Верхние шатунные вкладыши протерты до меди и выглядят так, как будто они пробежали раз в десять больше, чем нижние. К этому могло привести неправильное масло, то есть масло с неправильным допуском, проблемы с давлением смазки, а также проблемы в системе вентиляции картерных газов. Коренные вкладыши выглядят получше, но на одном явно следы сухого трения. Добавим, что маслосъемные кольца закоксованы, а на жировом поясе обильное количество нагара, то есть этот мотор еще и нормально поджирал масло. Коленвал выглядит нормально, а вообще вот такие проблемы с цилиндропоршневой группой этому двигателю не свойственны. Разборка закончена и сегодня мы разобрали 2.0 TDI с Common Rail. Количество слабых мест у этого мотора заметно меньше, чем у его предшественника двигателя с насос-форсунками. Если вы хотите, чтобы мы делали вот такие вот информативные видео, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, закиньте его в соцсети. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч к ресурсу вашего автомобиля. Обязательно помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».